Сочинские предприятия передадут списки работников в полицию. Зачем, объяснил глава курорта на планерном совещании. В Хостинском районе активно работают над выполнением наказов жителей. До сезона дождей здесь отремонтируют 10 улиц. Сочи пока шестой, но все-таки может появиться на купюре. Поддержать родной город решили ученики первой гимназии. Более 10 тысяч кубанцев за последние три года попали в сети мошенников. С обманутыми вкладчиками встретился Вениамин Кондратьев. Многие оказались жертвами финансовых пирамид. Какие меры будут приняты, чтобы предотвратить появление подобных организаций в крае, расскажут наши коллеги из Краснодара. Видите, тут были даже люди, писали. Потерпевшие, срочно звоните, оставляли телефоны, срочно звоните. Двери закрыты, телефоны заблокированы. Фирма, которая еще пару месяцев назад обещала вкладчикам, баснословные проценты больше не работает. Ни высокого дохода, ни вложенных денег люди так и не получили. Действовали мошенники по давно отлаженной схеме. Под маской кооператива выстраивали финансовую пирамиду. Таких компаний в крае не один десяток, рассказывают губернатору обманутые вкладчики. Большинство из них, Вениамин Иванович, виртуального характера. Шесть квадратных метров, один сидит человек, есть директор и больше ничего, никакой производственной базы. Абсолютно ничего нет. И это действует годами. Отличить кредитно-производственный кооператив от финансовой пирамиды не так уж и просто. Закон никак не ограничивает процентную ставку и, как правило, документы у таких организаций всегда в полном порядке. Выявить мошенников можно, но только если сами вкладчики будут бдительными, разъясняя ситуацию Вениамин Кондратьев. Все, что необходимо для того, чтобы не привлекали деньги, у них есть с точки зрения правового поля. Но мы должны понимать, что на ранней стадии, когда мы поняли, что это не финансовый институт, а финансовая пирамида, вот на этой стадии пресечь их деятельность. И вот если у вас есть здесь доказательство, что на ранней стадии их деятельность не пресечена, то вот здесь я и готов максимально жестко подходить к любому, кто мог, но не пресек деятельность финансовой пирамиды. Мы настроены на то, чтобы дать реальную оценку в целом действия и правоохранительных органов. Поэтому здесь находятся руководители правоохранительных органов края. Здесь ни на замы, ни помы находятся. Именно они, чтобы понимать, что эту проблему мы должны просто не то, что сегодня решить, не допустить в будущем. В нашем крае финансовым мошенникам просто не место. Огромное желание заработать зачастую бывает сильнее здравого смысла. Несмотря на многочисленные истории о финансовых пирамидах, люди продолжают отдавать свои деньги, а организации продолжают работать. Повод насторожиться – завышенная процентная ставка. Еще больше сомнений должно появиться после первых задержек выплат, считает начальник краевого управления МВД. Не бывает. За 10-12% капитал создать это просто невозможно. И сегодня органы внутренних дел работают в этом направлении. Я готов вам помогать и день, и ночь. Но это только совместно наша с вами работа. Только за последние три года в сети мошенников попали более 10 тысяч кубанцев. А сумма ущерба – около 4,5 миллиардов рублей. И, как показывает статистика, в основном свои кровные в такие компании несут пенсионеры. Вложить деньги под проценты для них способ хоть как-то увеличить доход. По словам прокурора края, в отношении каждой организации с признаками финансовых пирамид заводят уголовное дело. Возбуждено у нас 15 уголовных дел, где есть возможность. Отыскивается имущество, накладывается арест на имущество. Мы проверим, чтобы вы слышали здесь, мы проверим все уголовные дела и посмотрим, насколько своевременно и качественно расследуются уголовные дела. Но на расследование уголовного дела нужно время, а деньги вкладчики требуют вернуть сейчас. Такого подхода к решению ситуации быть не может, заявляет Вениамин Кондратьев. Тем более за счет краевого бюджета. Поэтому все митинги и протесты в этом случае неуместны. Это бюджет. Вы сейчас о бюджете говорите. Но бюджет – это деньги всех налогоплательщиков края. Но они же завтра тоже с меня спросят, почему ты взял вот те, мы-то же не понесли, такие же пенсионеры зададут, а ты еще нашими деньгами рассчитался. И это неправильно будет. Почему те, кто все-таки не стал надеяться на этот сыр, и как бы правильно говорите, что жизнь, она не дешевая сегодня. Но ведь есть, можно сказать, сотни тысяч, которые не понесли. И как же их деньгами, их налогами я рассчитаю с теми, кто понес. Но вот помочь вернуть деньги обманутым вкладчикам важно, говорит глава края. Добиваться справедливости в одиночку у них не получится. На совещании принимают решение создать рабочую группу по борьбе с финансовыми пирамидами. Мы просим, чтобы при администрации или как, создали специальную группу, как хотите называть, консультационную, которая была бы постоянно действующей, куда бы эти старшие могли бы обращаться и консультироваться. Я согласен, что здесь под эгидой администрации края должна быть создана вот эта совместная группа, куда войдут представители и от вас. Пять человек ходят туда. С прокуратуры края, от полиции, от следственного комитета и от администрации края. Коллеги, только не отправьте там десятых помощников, отправьте их тех, кто может принимать в рамках полномочий оперативные решения. То есть очень важно. Потому что, чтобы они были не просто группа ради группы, а ради того, чтобы она была результативна, эта группа. Давайте максимально выжмем все, что мы можем выжать из этих негодяев. Это сегодня наша с вами, хотите, обязанность максимально вернуть деньги нашим пенсионерам. Это позорное явление для любой экономики, для любого региона. Это позор, по вашему счету, вот такие финансовые пирамиды. Чтобы предотвратить новую волну афер, Вениамин Кондратьев поручает провести ревизию всех компаний с признаками финансовых пирамид. Кроме того, губернатор готов выступить с инициативой внести изменения в законодательство. Это могут быть нормы, которые обязуют каждую финансовую организацию создавать гарантийный фонд. Таким образом, у вкладчиков появится уверенность, что даже в случае банкротства фирмы они не станут обманутыми и вернут свои деньги. Мария Крошина, Денис Перец и Денис Маскаленко, Кубань, 24, Краснодар. Все работающее население города Сочи под контролем сотрудников полиции. На заседании антитеррористической комиссии было принято решение всем предприятиям подать списки работников УВД города. И тех, кто только устроился на работу, и тех, кто уже давно трудоустроен. Это вынужденная мера в рамках антитеррористической безопасности. Сегодня на планерном совещании глава города Анатолий Пахомов проверял выполнение решения АТК. В Сочи продолжается работа по выявлению людей, работающих нелегально. Только за последнюю неделю, например, были проверены 22 предприятия потребительской сферы. По итогам заключено дополнительно 69 трудовых договоров. Информация о новых работниках направлена в УВД города. Но по решению антитеррористической комиссии подать сведения нужно на всех сотрудников предприятия, чтобы не допустить попадания в коллективы, опасных для общества элементов. Появляются эти люди, которые по большому счету готовятся к чему-то плохому или ужасно плохому. А наша задача таким большим, огромным коллективом этого не допустить. И мы будем надежными помощниками правоохранительных органов и спецслужб в этой работе. Если мы будем к этой работе относиться, будем говорить, просто по-человечески. Глава города требует усилить работу в этом направлении. Это касается в первую очередь системы образования, кто работает с детьми, кто их воспитывает. Преподавательский состав вузов и СУЗов будет приглашен на специальное заседание АТК, где пойдет речь о взаимосвязи со студентами, опять же, чтобы исключить в их среде вербовку молодежи в Международную террористическую организацию ГИЛ, запрещенную в России. Поблагодарил глава города тех, кто обеспечивал порядок на международном конкурсе «Новая волна». Активный летний сезон уже завершен, туристов в Сочи меньше, но тема моря еще актуальна. Состояние морской воды соответствует нормативам, а работа по присоединению к городской системе канализации продолжается. Те, кто еще не присоединился к сетям или не установил в частном секторе лоссы, будут отключены от водоснабжения. Полную информацию от глав районов и сами начнем перепроверять еще то, что главы районов нам дают, именно по вопросам водоотведения. Во что бы то ни стало, это нужно сейчас, прям, я еще раз, сезон самый сильный закончился. Сейчас можно уже понимать, что надо немедленно дожать всех и привести в порядок. Сочи принял в этот сезон беспрецедентное количество отдыхающих. И принимать гостей, конечно же, необходимо исключительно чистым морем, а еще и светом. Подверг критике глава города работу по освещению ряда сочинских улиц отметил, что есть нарекания на слабо освещенные подземные переходы, например, в районе морского переулка. Сегодня Анатолий Пахомов решил лично убедиться, где в Сочи вечером особенно темно. Радует, что в бархатный сезон город остается чистым. Это отмечают и туристы. Мусор вывозится круглосуточно на мусоросортировочную площадку. Однако из-за сложности с полигонами на территории края он скапливается. Глава города отправил прямо с планерки своего заместителя Юрия Паламурчука, чтобы он решил на месте острую для курорта проблему. Я сейчас машины буду организовывать, я лично, и сегодня выведем. Машины есть, там все нормально. Еще раз говорю, везите машины, грузите и везите. Грузите, я сказал, хорошо? Чтобы машины были гружены, а я дальше договорюсь, куда везти. Услышали меня? Остро прозвучала и тема башенных кранов, которые грозят техногенными последствиями. На территории Центрального, Адлерского и Хосинского районов 39 объектов незавершенного строительства, где стоит такая техника. Многие застройщики обанкротились или по ряду других причин не завершают строительство. И, конечно, краны на этих объектах должны быть разобраны. Глава города взял этот проблемный вопрос под свой личный контроль. И, хорошая новость, город из Дорожного фонда получил 210 миллионов рублей. Все эти средства пойдут на ремонт сочинских дорог. Помимо этого, из местного бюджета выделено на эти цели 25 миллионов рублей. Длина Овсецина, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ. В Сочи раскрыт угон автомобиля «Лада Приора». Заявление в дежурную часть полиции Адлерского района поступило ранним утром. Как рассказал потерпевший, машина была припаркована во дворе дома на улице Ленина. Ключи находились в замке зажигания. Ориентировка на розыск была передана всем нарядам. Спустя час в Лазаревском районе инспекторы полка ДПС попытались задержать похожий автомобиль. Однако в ответ на требования полицейских остановиться водитель увеличил скорость. Спустя несколько сотен метров «Лада» выехала на встречную полосу и врезалась в грузовик «Митсубиши». К счастью, никто не пострадал. В салоне похищенного автомобиля полицейские обнаружили двух пьяных молодых людей. Выяснилось, что 21-летние подозреваемые приехали в Сочи из соседнего региона, а ранее – несудимые. На допросе они рассказали, что ночью возвращались с празднования дня рождения своего друга. Через службу заказа вызвали такси, однако так его и не дождались. На улице приятели обратили внимание на автомобиль «Лада Приора», владельца которого поблизости не наблюдалось. Парни завели машину и уехали. В итоге возбуждено уголовное дело. Угонщикам грозит лишение свободы на срок до 7 лет. В сети появилась видеоавария, которая произошла на Мамайском кольце под постом ГАИ. Видно, как два автомобиля сталкиваются на выезде с кольца, причем один из них после этого перевернулся. О пострадавших ничего неизвестно. В обсуждении этого видео пользователи отметили, что так быстро ехать на том участке дороги не стоит, так как через 50 метров водителю перевернувшейся машины нужно было бы уступать дорогу тем, кто выезжает в сторону тоннеля. И ДТП могло произойти еще и там. Некоторые водители сошлись во мнении, что на этом съезде на кольцо нужен знак «Стоп» из-за ограниченного обзора. В среду, 14 сентября, от газоснабжения будут отключены несколько микрорайонов Сочи. Причина – плановый ремонтно-профилактические работы на газораспределительной станции Мацеста. На период работ с 10 до 22 часов будет временно приостановлено газоснабжение улицы Измайловская, Саятнова, Юбилейная, Малахон, части курортного проспекта в районе дома номер 120, переулков Надежда, Северный, садовых товариществ, Солнечная поляна, Слива и Малина. Сочи Горгаз просит потребителей проверить наличие действующих договоров на техобслуживание внутри домового оборудования. Без них повторный пуст газа будет невозможен. В целях безопасности жителям необходимо обеспечить доступ специалистов Сочи Горгаза на территорию домовладения для перекрытия отключающих устройств на вводе. Специалисты компании работают в спецодежде. Сегодня в Хостинском районе активно работают над выполнением наказов жителей. До наступления холодов и сезона дождей в районе должны отремонтировать все запланированные дороги. Новое асфальтовое покрытие уже появилось на проезжей части по улице Лесной. Для жителей Бытхи это событие долгожданное. Дорога на Лесной была убитой. Не стесняются выражения жители микрорайона. Буквально несколько дней назад здесь не то, что автомобили, детские коляски не могли передвигаться. Вот первого ребенка четыре года назад я практически не могла катать по этой дороге. То есть вот такие вот кочки очень сильные. А сейчас, конечно, вот так вот по ровной кружочек можно спокойно делать. С просьбой отремонтировать изношенное дорожное полотно жители близлежащих домов обращались во всевозможные инстанции. И только после обхода Бытхи мэром Сочи здесь заработала тяжелая техника. В итоге задачи справились в кратчайшие сроки. Также у нас недавно были выполнены, закончены работы по улице Девноморской. Тоже также масштабная работа по всей длине улицы проведена. И с таким же вот качеством покрытия. Сейчас мы переступаем уже буквально на днях к улице Исмайловской. Тоже будут проведены капитальные работы. Там частями будут выполнены эти работы. И по улице Искра будут тоже выполнены. В целом до конца года только в Хостинском районе будут отремонтированы 10 улиц. Подробный список размещен на сайте городской администрации. Обновляют сегодня на Бытхи самую широкую в микрорайоне лестницу, известную в народе как Потемкинская. Она связывает сразу две улицы. Есть ответственность за каждую улицу, которой в буквальном смысле уже расписан план и действий на то, что необходимо. Но мы еще и дополняем это все с учетом пожеланий жителей этих конкретных районов. Потому что они здесь живут, они лучше знают, что им необходимо в ближайшее время выполнить. Вот таким образом мы ведем работу совместно с жителями, с ТОСами. Что же касается более масштабных дел, то к таковым можно отнести ремонт и строительство детских площадок, школ и детских садов. Чего стоит только новое дошкольное учреждение в Кудепсте. Свои места в этих группах заняли 300 маленьких сочинцев. Строился детсад под личным контролем губернатора края. И сегодня здесь созданы все условия для образовательного и воспитательного процессов. Таким образом, властями выполнен очередной наказ жителей района. Предметом гордости и украшением района считаются и новые объекты отдыха. Это сквер влюбленных и сквер дружбы. Первый создан на месте Приморского парка, образованного в 1900 году. Это место получило второе рождение, подчеркивают хостинцы. А вот сквер под названием Дружба с детской и спортивной площадками возник на месте пустыря. Раньше здесь был пустырь, который был ранее выделен по ДЖС. Но благодаря Анатолию Николаевичу Пахомову этот земельный участок был переведен в муниципальную собственность. Нам была поставлена задача выполнить здесь одно из мест, которые могли бы пользоваться жители данного микрорайона. На сегодняшний день мы имеем одно из лучших мест в нашем хостинском районе, как образец. Так, как бы хотелось бы и во многих других микрорайонах. Но мы к этому будем стараться и к этому будем идти. Сегодня же, пока позволяет погода, руководство хостинского района проводит работы по благоустройству территорий, в том числе прилегающих к отремонтированным дорогам. В субботнике обрезка деревьев и кустарников здесь дело обычное и уже всем привычное. Галина Моисеева, Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания ВКТ. В каждом районе Кубани создадут муниципальную лигу игры КВН. Такое поручение дал губернатор края о развитии КВН. В крае Вениамин Кондратьев побеседовал с участниками брюховецкой команды НАТИ. Неделю назад ребята привезли из Москвы победу в премьер-лиге. Глава региона поздравил команду с заслуженным первым местом. И отметил, что многие кубанцы на них сегодня возлагают большие надежды, ведь в последнее время в высшей лиге из края никто не играл. Чтобы подготовить хороших КВНщиков на Кубани, необходимо создать целую систему, считает Вениамин Кондратьев. Нам сегодня важно, чтобы эта система была создана и она заработала. Ведь объективно у нас много очень талантливой молодежи. И не только в науке, и не только в спорте, и не только в образовании, но и в культуре, в искусстве. Это же первая ступень, по большому счету, у мальчишки и девчонки на сцену через КВН, через клуб веселых и находчивых. Давайте эту ступень сегодня дадим. Сегодняшний КВНщик, а завтра великий актер, по большому счету, актер, который может также потом всю свою жизнь прославлять свою малую родину и Кубани. Мы должны начинать играть в КВН в крае. В крае. То есть, на самом деле, на уровне колледжей, институтов, высшеучебных заведений, ну и, конечно же, и школ. То есть, вот КВН, это должна быть такая снова добрая традиция, которая, по большому счету, будет объединять не только тех, кто на сцене, но и тех, кто в зале. Это очень важно. КВН должен объединять. Это объединяющий фактор для нашей молодежи. От Краснодарского края в высшей лиге КВН сегодня играют аж две команды. Вместе с командой НАТИ Кубань представляют русская дорога из Армавира. У нас получился рекорд. Такого никогда еще не было за всю историю КВНа в крае. Может, ни один регион таким похвастаться не может. У нас сразу две команды КВН играют на первом канале. Одна в премьер-лиге, другая в высшей лиге русская дорога. И та, и другая команда показывают очень хороший результат. У НАТИ вообще получилось просто идеально победить в финале премьер-лиги. Причем, я вам скажу, что ни одна команда за всю историю КВН не побеждала в премьер-лиге. В высшей лиге кубанская НАТИ выступит уже в новом сезоне. Старт ему будет дан в январе на ежегодном фестивале в Сочи. Елена Всецна, телекомпания «ФКТ». Сочи тем временем продолжает гонку за право размещения на новой банкноте номиналом 200 и 2000 рублей. Напомню, конкурс стартовал в июне этого года. Изначально претендентами на право стать символами денежных купюр были 74 города нашей страны. По результатам народного голосования во второй тур вошли 10 популярных муниципалитетов и территорий. Среди них – олимпийский курорт Сочи. И сегодня поддержать любимый город решили учащиеся в первой гимназии. Расскажет Татьяна Говоркова. Сочи, расположен на северо-восточном побережье Черного моря, является самым длинным городом России. Здесь проходили зимние олимпийские игры и параолимпиада. А еще на курорте есть масса достопримечательностей, которые регулярно посещают россияне и зарубежные туристы. Небольшие доклады из истории Сочи ученики восьмого класса первой гимназии подготовили специально для открытого урока, приуроченного ко дню образования Краснодарского края. 13 сентября 1937 года было принято постановление ЦИК СССР о разделении Азово-Черноморского края на Краснодарский край и Ростовскую область. Ну а так как сейчас россияне активно выбирают город, виды и знаковые объекты, которого будут красоваться на новых банкнотах, номиналом в 200 и 2000 рублей, школьники решили поддержать родной курорт и тоже отдать свои голоса. Выбрать нужно два города. Я руководствовалась тем, что насколько нравились мне изображения, которые я видела и насколько я могла представить их на купюре. И я выбрала Сочи и Петрозаводск. Мне понравился такой открытый классный час, потому что мы узнали побольше о всех достопримечательностях, о вообще в общем городе Сочи побольше. Я выбрал два города. Это Сергей Фасад и Сой, родной город Сочи. Десять популярных городов и территории представляют по два символа. Это знаковые объекты или достопримечательности. Сочи представлен горнолыжным курортом «Роза Хутор» и Олимпийским дворцом «Фишт». В поддержку любимого города с момента старта конкурса стали выступать не только сочинцы, проводя флеш-мобы и акции, но и гости курорта. А в первой гимназии посвятить этой теме свой классный час решила учитель французского языка. Я уже проголосовала через смс-сообщение. Конечно же, мои близкие сделали это тоже. Я была непосредственным участником зимних Олимпийских игр. Мы общались с иностранцами, получали огромное удовольствие. Проголосовать за город, который, по вашему мнению, должен стать символом на купюре, можно на сайте твояроссия.рф. Голос будет засчитан после авторизации через смс или аккаунты в соцсетях. На данный момент лидируют Волгоград и Иркутск. Сочи пока занимает шестую позицию. Кто победит, станет известно 7 октября. Ну а выпустить в обращение новые банкноты Банк России планирует в 2017 году. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Сочинская молодежь сегодня узнала больше о репродуктивном здоровье. Специальная открытая лекция прошла в рамках 9-го общероссийского семинара «Репродуктивный потенциал России. Версии и контроверсии». На курорте она проводится четвертый год подряд по просьбе администрации города. «Сегодня я призываю вас поговорить о том, что такое репродуктивное здоровье. Потому что об этом широко не говорят». Тема лекции остается неизменной с года в год, но подача материала и интерактив между профессором и слушателями регулярно обновляется. Так, например, только в прошлом году было введено в семинар использования специального оборудования. Пульты интерактивного голосования позволяют московскому профессору из Российского университета «Дружба народов» Марине Хамошиной моментально определять общий уровень информированности у участников лекции о предложенной теме. «Это интересно и участникам, и интересно самому докладчику-лектору. Потому что это действительно такая форма обратной связи, чтобы не тянуть руки, не задавать вопросы залу. Но это очень удобно, цивилизованно. И для тех же самых молодых слушателей очень интересно». Такая открытая лекция проводится не только в Сочи. Это большая образовательная программа, которая позволяет молодежи узнать больше о здоровом образе жизни и получить новую информацию в области гинекологии и контрацепции. Ведь все остальные доклады, которых в ходе общероссийского семинара заслужено порядка 600, подготовлены исключительно для специалистов, акушеров и гинекологов, неонтологов, врачей смежных специальностей и фармацевтов. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». На сегодня это все новости. Завершаем выпуск информации от наших партнеров. Сеть салонов тканей для дома предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье и пошивштор на заказ. Ну а все новости уже на нашем сайте. В студии была Инга Габеша. Всего вам самого доброго и до встречи в эфире.